Девушки отдыхают В ЖКХ, в экономике, сразу, через законопроекты, через поправки в этих законах. Мы собираем, мы выстроили структуру по городам, в которых мы работаем, так, чтобы информация до нас доходила максимально быстро и компоновалась теми людьми, которые работают на местах наших общественных организаций и в наших приемных. Также у нас есть уникальная возможность смотреть за работой муниципальных властей, как они выполняют поставленные задачи, которых они у них подложили, как они реагируют на обращения, на просьбы и даже жалобы людей. Это тоже задача, которую мы должны выполнять, как депутаты. И еще интересно, что нам, как депутатам, в людей есть большое доверие. И мы это чувствуем. Первому, кому идут, у нас есть пропорционные органы, которые реально сейчас отстают. Любые проблемы, любые жалобы, как ни обратишься, наши МВД на места никак не реагируют. Прокуратура в этом плане тоже очень сильно отстает. Критика, конечно, конструктивна. Я об этом говорю, потому что с этим постоянно сталкиваюсь. И они голословлены. Есть максимум примеров, которые здесь озвучивать необязательно. Но наша задача делать так, чтобы люди нам доверяли. А как они могут доверять? Если мы будем за них пытаться, и не только пытаться, а именно выполнять те задачи, которые они не могут сами выполнить, решать. И поэтому такое доверие мы к себе испытываем. Для Бога, чтобы не подвели и только улучшали это доверие. Также скажу, что задачи, которые перед нами стоят, это не только решение проблем, но и улучшение жизни людей на местах, на городах в целом. Чтобы в следующем году мы не думали, как сделать так, чтобы у нас не было порыва воды, как сделать так, чтобы у нас постоянно было отопление. А думать о том, как построить дополнительное жилье, как построить дополнительные еще, будем говорить, учреждения, предприятия и школы, которые станут лучше идти, а не пытаться постоянно что-то восстанавливать. То есть надо строиться, не думать на перспективу, а не постоянно что-то делать, ремонтировать, возвращаться к старому и так далее. Немножечко, говорится, брать пример с тех развитых стран, которые в этом успеха добились. Хочу пожелать вам всех, всем в новом году, чтобы мы выполнили поставленные задачи к себе, к обеспечению людей, которые достойны выполнять эти задачи, на которых люди возлагают большие надежды. Чтобы у нас не только росло качество, не только росло количество, но и качество. Также хочу пожелать всем праздновать праздники, в Новый год и Рождество. Дай Бог нам всем успехов.